Секретчик Потом увольнялся, потом остановился недавно Чтобы заработать много денег Потому что на семью хватало Сколько платили? 60 А в Украину как попал? Так же как все В 5 утра поднялись, сказали, маржа проснулся Проходили учения, союзная решимость Что испытал, когда приехал? Страх За то, что могут убить, к семье не вернусь А самому убивать не страшно было? Я никого не убивал А если бы пришлось? Не успели, меня расстреляли сразу Какая-то стала откомлена Что предпринимал, чтобы не идти на войну? Да нечего было принимать Все прекрасно знают, что бы убило Что? Дизбат Лучше убивать, чем дизбат Так я еще объясняю, я штабный офицер Мы не убиваем Семья есть? Да А детям? Дети маленькие Сколько лет? Четыре Второго брака Один из Они знают, что папа воевать пошел с Украиной? Думаю, теперь знают уже Какая страна Украина? Какие люди здесь? Хорошая, нормальная Приняли Получил ранения Показали первую помощь Накормили, напоили Дали где спать Не бьют, не обижают Да Зачем воевать в Украине? Не нужно воевать Исполнять преступные приказы? Не преступление? Преступление Сюда не едьте Украинцы Народ Украины Хороший Хочу вернуться Стыдно? Да Кем ты считаешь вашего президента? Ну, кем? Глава Константин Андреевич 27.07.1998 В воинской должности ВЧ-64044 Дислоцируется в городе Псков Вторая отдельная бригада специального назначения Прохожу службу на должности радист-разведчик Как долго ты служишь? Ты срочный контрактник? Я контрактник В общей сложности я служу пять лет Но в этой части я служу полтора Как попал в Украину? Сначала мы ехали на учения под Беларусь Под Белгород, точнее В Беларуси должны быть учения Вот Но потом нам сообщили Пришел приказ Сообщили то, что нужно прорвать оборону в Харьково Ну, не в Харьково, а границу Вот Мы прорвали границу Там прошли другие войска Потом мы ночью перебирались Нас вел Как он? Проводник Местный Вел Подойти в Харьково Там якобы в главном здании были террористы Нам нужно было оцепить это здание И Вывести оттуда, ну, мирных людей Ну, то есть сказали помочь мирному населению там Избавиться от террористов То есть вам сообщили, что в этом здании находятся террористы, которые удерживают в заложниках украинских граждан? Да Но когда мы приехали в Харьков, там никого не было Ну, неправда это все Нас просто начали обстреливать И мы спрятались в школе Спрятались в школе, нам предлагали сдаться Но капитан сказал, мы не будем сдаваться, сидеть всем на месте Вот Потом Начали в школу бомбить Вот Капитан нас сам выпрыгнул с окошка и начал, ну, убегать Ну, естественно, он не убежал Здесь доходят все мирные люди Здесь Наши ракеты убивают детей и жен Вот это вот Это то, что ты видел Это то, что я видел в действительности И никаких террористов и бордеров среди здесь нету Нас всех там обманывают Так, представьте, кто вы Майор Головинский Алексей Сергеевич Дата на рождение 22.02.90 Посада Посада не должность Командир звена Номер части 59.882 Вы Какая часть Не понял Какая часть Авиационная часть Где 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 находятся Место Досокальфии Крым Город 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 Саки Город Саки Так, какая у вас была задача Разведка Полностью Разведка Это местная Воздушная Разведка Воздушная Разведка Вот так и называется Так, друг Капитан, представьтесь Козлов Алексей Игорь Голоснейшая Козлов Алексей Игорь Дата на рождение 2.03.08 Посада Должность Штурман Звена Штурман Звена Номер части 59.882 Место деснокации части Саки Откуда родом В Смоленск Город Смоленск Где проживаешь Прописка Крым Прописка Адрес Адрес Город Симферополь Адрес Адрес Улица Дом Квартира Улица Кичкемецкая Дом 97 Квартира 26 Яка задача была у вас? Разведка Рядных Объектов Стоять В зоне Скільки Вилетів 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 3-4 Вилетів По яким містам працювали Украинському? По морю Разведка Моря Скільки Ви скинули бомб Скільки за бомб Городів Бомбы Не кидали Истребитель Ходили На крышу И на разведку Майор Так точно Мы один экипаж У нас задача Морская Разведка Ви скинули У нас собрали Тысячу юзернистов И поставили Зайцева На глаза Кадрови Россия не ест? Я не видел Куда Куда Нас собрали Всех казар Украинську Украинську Сюда Поменяли Которые Воевали Саратовского Город Вольск Год рождения 1993 Следующий Красноярск В Камеру Красноярск 1995 Год Номер части 32 Иркутск 6 мая Владимир Евгеньевич 17-й Октября 2000 Год рождения 2000 2000 Часть 31 Одисфан Валерьевич Республика Мордовия Год рождения Часть 2001 Год рождения Часть 32 Одессит Кота Льва Полтавская область Макула Празик Юра Делков Смирнов Евгений Иванович Князев Михаил Михайлович 21 год 19 21 22 Город Нижний Украин Саратов Военнослужащий Афгарм Приехали сюда на учения Ничего не сказали Если сказали марш Командир сказал Ты едешь Поехали Ехали в колонии Когда начали пересекать границу Задали командира вопрос Для чего это И он сказал Лишний вопрос не сдавать Я не знал что я в этом крае Училась обманом Пойдемся Сказали что Поедем туда И приедем обратно Говорили что просто В полях Мы расставим палатки Будем жить там Мы проехали Немного У нас расстреляли Подорвали Мою машину И все И выкинули Говори взяли Мы даже расстреливались Не стали сразу Оружие сложили и сдались Нас обманули И хотят пустить Как пушечное мясо Я не думал то что Еду убивать кого-то Я не знал Я боялся Отправляют на войну Как пушечное мясо Всех расстреливают Сразу Все едем Мне кажется все колонны Умирают Я не хотел воевать Я жить хотел То есть военные Здесь Хорошие люди Ни разу не ударили Ничего не было Кормили Потому что зачем Мирные люди везде Никто войны не хочет Мы сделали операцию Поставили вот такое оборудование Никто не мешал Нас кормят Они не бьют Не мучают Ничего Мы поступили Скорее всего как немцы Потому что мы напали на людей А они просто защищали свою территорию Никто ни один на нас не нападал И что Россия хочет от этого Я с вами могу понять Мама, папа Я люблю вас Со мной все в порядке Меня тут кормят Я здоров Ну что бы не переживали С вами план Что я живу в столов Не едьте на Украину Потому что здесь Люди живут своей жизнью И военные защищаются Отбиваются от русской армии Для того чтобы защитить свои силы Свои дети А вы лезете И просто начинаете уже На мирных жителей нападать Не пускайте сюда детей Лучше не идите сюда Соберитесь Лучше идите на пути Это безумно Я сам Сидов Алексей Каримьянович Родом из Челябинска Всю жизнь прожил в России В Челябинске Кардинально не согласен с политикой Путина С его вторжением в Украину в 2014 году В 2022 С убийством мирных жителей Против его узурпации власти Приехал в Украину Чтобы сражаться за демократию За свободу За независимость этой страны Всем предлагаю делать Не то чтобы то же самое Но как то противостоять этому Потому что жить уже там невыносимо И противно Лично мне было Хочу здесь жить Противостоять тому режиму Узурпации власти Каким образом ты оказался На территории Украины В Полтавской области? Мы были на учениях Под Воронежем И мы перенесились все ближе и ближе К границе И это было на охрану Отправили еще ближе к границе Как я понял сначала А потом Мы уже Мы уже Проехали какой-то забор И вот эти горы песка Которые там были Я уже понял Я уже понял что там Ну Украина Ты понял что ты пересек Территорию другого государства Совершил преступление Да Командиры говорили что Как вы едете воевать на Украину Они говорили что Мы поедем через границу Ты пересекал границу Ты понимал что Здесь надо будет исполнять Приказы которые Могут идти в разрез с совестью Обстреливать садики Жилые массивы Мирных людей Граждан которые Не оказывают сопротивления Я не обстреливал Мы Как нам сказали Что Севенский Уже подписал Приказ О Китуляции Что Нужно просто доехать До Киева Там Занять оборону И Потом Вернемся обратно Оборону от кого Ну Просто Чтобы Танки заехали И Как нам сказали Для чего танкам Другого государства Заезжать на территорию Нашей страны Танками И от кого Держать оборону Как солдаты Между собой говорили Что Ну Чтобы показать силу Сила показана Сколько Какая у вас была колонна техники Я не знаю Отличное количество Большая колонна Примерно Машина Машина Сломала Тяжелая техника Шла в колонны Тяжелая техника Танки Да Там основном были танки Эти танки Шли против мирного населения Оборонять от мирного населения В Киев От кого оборонять Я не знаю Я не знаю Вот ты попал сюда Тебя здесь обижают Бьют Ломают кости Нет А зачем ты пришел к нам Не отказался Что? Ты не думал отказаться? Нет Почему? Либо Нам сказали Мне было подписывать А да Либо его подпишут за тебя А что тебе грозит на территории страны? Грозило бы если бы ты не пошел Отказался Тюрьма Лучше людей убивать чем тюрьма Я узнал что мы будем убивать людей Но когда узнал Когда пересек границу Понимал куда попал? Зачем идешь? Понимал куда попал Когда она начала стоять Я попал Если вдруг тебя убьют на родине Маме, папе что-то хочешь передать? Что я люблю А чувство вины ощущаешь перед гражданами нашего государства? Которых вы пришли убивать? Безоружно Я убивал Мне жаль что А танки зачем? Если вы не шли убивать Зачем танки? Мне жаль что Такова политика нашей страны Нашего президента Я ее не поддерживаю Я Владой Тимур Тобавевич Командир отделения медицинского взвода Кур эвакуация раненых Прибыл в Украину 24-го числа Вот сейчас нахожусь в Украине в плену Так как у нашего команды никакой тактики нету Ведем Не ведем Просто Выживаем тут Ничего такого мы здесь Не сможем сделать Ничего у нас не получится Потому что наши команды управлять не могут Питание здесь плохое Обеспечение здесь плохое Так что пацаны там кто остался в России И пишите все кто аэропорта Не едьте сюда Оставайтесь там Лучше останетесь со своими семьями Дома будет лучше Здесь вы все ляжете Здесь Украина Мирный народ Я видел как они живут Видел как они друг за друга стоят Нету здесь никаких бандерцев Никаких бандитов здесь нету Хороший мирный народ Это мы их атаковали Они туда не лезли Так что пацаны Сидите дома А лучше вообще увольте с ними Идите поднимайте народное хозяйство Ну поехали И все И там вот вас Встретили Без цветов встречали? Да А что вам говорили Что будут с цветами встречать люди? Ничего не говорили Ну как Не ну там Там Камбри все осталось у нас ждут Вас ждут люди Да Местное население Ну Тай Камбри все Вы думали Легко возьмете И все Да А мы то Не знаю Безбоевшие Ну хочешь я тебя в село заведу К мирному населению Что они с тобой сделают Будут святые или нет Да блять там детей Особенно Заведу туда где вы дома побили И детей убили К отцу отведу Ребенка Который спать не может Он Теперь цветы даст А сколько твоей дочке лет? Три года Три года Ну ты ж знал что сюда в Украину идешь Правильно? Только не надо пиздец Перед фактом уже когда поставили Да А сколько вам платят за что За то что вы в Украине здесь воюете? Ну Пока так зарплата А сколько у вас зарплата в долларах? Я не знаю в долларах Пятьдесят тысяч Пятьдесят тысяч рублей? Да Какие там курсы? Да Зараз там в загуле не какие Да? Ну Часть не идти не полностью Ты Твоя часть в Сибири аж? Нет В Дагестане В Дагестане? Да Так ты Дагестанин да? Нет я русский Русский да Просто там часть базируется Будете нам поля удобрять Знаешь сколько уже твоих умерло здесь? Вам не говорят не доводится? Ну сказали что во всей армии пятьдесят пятьсот человек Пятьсот человек? Ну я так слышал Ну с солдатом я бы сказал Ехали бы вы домой А брат А Матери я бы сказал Поцелуй моего Сына Извините Ты еще будешь жив не переживай Ну в общем все Тебе не стыдно за свою страну? Стыдно Стыдно? Не за себя Нет С тобой тут более-менее обращаются? Я думаю будет гораздо Да? Думаешь будут бить? Мучать да? Ну ты Скажи несколько слов своим соотечественникам Я хочу сказать Которые здесь люди Чтоб уезжали отсюда Солдаты Командиры Брали своими солдатами И ехали отсюда Русским гражданам Которые поддерживают Вашего президента Медопрезидента Которые остались там Да люди Чтоб сюда вообще не ездить Если они хотят приехать В Украину пусть едут Просто как Ну в гости Как туристы Ну и более того Офицер Говори Что бы ты сказал своим солдатам? Своим соотечественникам? Солдатам искал покинуть Территорию Украины Потому что Что там говорили Это липо Ну то есть грубо говоря Нас обманули В совершении Затем мы сюда ехали У всех свои семьи и дети И как бы Я думаю Что 90% Мы каждая жизнь просто в мире И согласен Девайл Раненый ты? Я Глок от патефона Что бы ты сказал своим Согражданам Своим товарищам по службе? Что бы они уезжали отсюда Не слушали больше никого Начальников больших А просто ехали домой Собирали вещи К своим родным и близким Собирайте вещи Пацаны Домой Езжайте Здесь сделать нечего Кто там остается Не надо ехать сюда Вы понимаете Что вы Принесли очень Очень огромную беду В другое Независимое государство Вы понимаете Что вы убиваете Наших детей Наших жен Вы это понимаете? Пусть командиры Сами там Пусть командиры Сами там Пусть командиры Ты Своим командирам Что сказал? Сейчас Ну понятно Ну сними Сзади В другом плане Ну что Как вы думаете Солдаты Русской сильной армии Солдаты 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 Независим Независим Ты что стояла на то Нет Зачем Устаться За какую цель На Независим Независим Нет только слухи Какие? То, что нашу девизию, допустим, уничтожили, нас уже всех похоронили и так далее. То есть, наоборот, дезаморачивание какая-то. Из-за этого люди бегут. У тебя есть родители, жена, дети? Родители, жена беременная. Передай приветству. И ты же, что ты жив? Привет, я пока что жив. Ты будешь жив? Надеюсь, увидимся. Ты будешь жив, если тебя твои не убьют. Мы не убиваем пленных. Мы не убиваем мирных жителей. Понимаешь это? В чем разница между нами и между вами? Я вообще против Путина. Я за него не голосовал ни разу в жизни. Так зачем ты поехал? Ты не мог сбежать, поднять тревогу, сказать людям. Я не хочу ехать на Украину. Я хочу убивать мирных людей. Поднимали этот вопрос, сказали срок выгрозить. Я просто ехал в несрежащем танке и даже не собирался стрелять. Мы вдвоем ехали, даже без экипажа. И другим советую сюда не соваться вообще. Оставить эту землю и жить спокойно, самим у себя. Не трогать никого, никуда не лезть. Нам это не нужно. Отнимать чьи-то жизни и так далее. Задумайтесь над этим. Ты раскаешься в том, что ты приехал сюда? Да. Курас Владимир Сергеевич. Ростовская область. Уроджа. Мои командиры дураки. И то, что они могут также убить моих родственников, которые у меня за границей в Украине. Также дядь, сестру и всех моих близких. И также я понимаю, много у кого из России, в Украине есть родственники. Мужики обращаются сейчас на технике, еще там с автоматами, с оружием. Бросайте это все. Технику, оружие, все свои силы. Уходите. Также на границу. Бегите. Стойте там. Я не знаю. Хоть вас с нами не выпускают. Стойте просто. Презавайтесь в плен. Будете живыми. Это самый лучший ход. А здесь просто... Сколько в Сирии платят денег за месяц? Боевых действий? 60 долларов. Сколько ты там был? 5 месяцев, да? 5 месяцев. Сколько домой привез? Денег. Она все на карту домой пересылалась. Ну, что ты, ну все равно не подбивал потом денег? Сколько я заработал? Ну, около 800 рублей. А здесь в Украине сколько тебе платят? 2% полевых. Какой оклад у тебя? 56. Деньги приведи. 56 тысяч рублей. Это в месяц твой оклад, как командир отделения. Плюс за то, что ты находишься не в себя в расположении в ЗАБК, или здесь в Украине. Сколько доплачивают? Полевые 2%. Полевые еще 2%. За сутки? От оклада 2% в сутки. От 5-6 тысяч. Нет, не от 50-6. От оклада по должности, по званию. То есть еще нет. От оклад по должности, по званию у меня от 22, 23. То есть, заработал денег? Нет. На нашей крыльи заработал, да? Какие эти ранения? Перелом ноги. Так. Ну, 5 кубевых с ног достали, 4 остолка. То есть, левая нога совсем не работает вниз. Вообще. Все остальное нормально, да? Да, и правое сломанное. Жить будешь. Так. Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Конечно. Путин кто? Путин х**а. Скажи мне прямо. Не слышу. Пу**а. Ты уверен в этом? Да я уверен в этом. Украине есть нацисты? Нет. Я говорю, наоборот, отнеслись по-человечески. И будут относиться. Сейчас я на эмоциях, но у тебя никто пальцем не ударит. И тебе будут относиться по-человечески. Это я тебе гарантирую. Ну, просто пойми, что Путин х**а. Понимаю, вчера даже когда нас взяли, парни, по-человечески отнеслись. Мамуль, все, не переживай только, мамуль. Мам, ты слышишь меня? Алло, пап, ты что ли? Да. Пап, дело такое. Нас, короче, взяли в плен. Вот. Под Николаевым, это юг Украины, возле Одессы. Во время наступления на наш город, во время артподготовки, когда вы били снарядами по нам. Нам, пап, задачу точную не поставили. Сказали просто разведка местности. Мы поехали, и все. Нас взяли в капкан. И все. Мы не стреляли, просто сдались, и все. И нас взяли в плен. Как вас зовут? Это я, пап, это я. Скажи, на какой улице живешь. Пап, улица Тепличная. Пап, улица Тепличная, квартира 103. Это я, пап. Ах, ты че? Вы в Ютубе скоро увидите его. Даже родители отголзли вас. Смотрите, как вас зовут? Петр, Петр, смотрите. Меня Дмитрий зовут, очень приятно. Просто выступление делайте. Собирайте людей, собирайте общины. Идите и поднимайтесь. Ваш придурок Путин просто заставляет нас с вами между собой драться и убивать друг друга. Это неправильно. Я, у меня мать с Архангельска, отец Житомира. Мы ваши братья наполовину. Мы не должны воевать. Политики здесь нету. Здесь нету американцев. Здесь нету правосеков. Здесь обычные люди, такие же, как и вы. Мы так же, как и вы, хотим просто жить. Вас из Украины беспокоят. Сергей, это ваш сын? Да. Я, короче, в плену. Нихуя, как раз попал. Ну, где они выехали, так? Сейчас в Черниговской области. А как в Пленке попали? Ну, так доехали, потому что на границу. Кем? Ваш сын у нас в плену. Ваш сын приехал на территорию Украины воевать с нами. Вы понимаете это? Не, вот так он посылал. А, не вы туда его посылали? Да. Да. Сколько у вас детей всего, Антон Кириллович? Пятеро. Пятеро? То есть, для вас одним меньше, одним больше, это ничего, да? Нет. Я одинаков. Потому что они тут будут умирать, а вашему государству будет похер на них. Дай, командир, я очень. Ага. Как вы попали сюда? Бросили нас. Как бросили? Ну, обычно бросили. Под названием учения вывели в другую страну. И просто бросили нас. В центр почти, да? Да, в центр Украины. Почти центр Украины оставили, под обстрелы. Просто уехали все. Меняйте, пожалуйста, свою страну. Решайте что-то, Антолий Кириллович. Алло. Соберись. Соберись. Соберись, мам. Все хорошо, не переживай. Все нормально. Я нахожусь в плену на Белоруссии. Ой, в Украине, на территории Украины. Там надо распространить, надо объехать. Комитет солдатских матерей в армию к нам. Говорит, где мы, что мы делаем. Тут происходит полный беспредел. Но от наших граммян здесь больницы, детские сада, роддомы. Здесь жизнь мирная была. Пока наш президент, он кое-что не натворил. Я поняла, сынок, я тебя очень сильно люблю. Просто сделайте сами, сгруппируйтесь, сделайте то, что я попросил. Видео тебе попозже скидут, куда надо отправить, какие соцсети, все надо отправить везде. Как можно больше, потому что людей ведет. Хорошо. Ладно, пока. Я тебя люблю, мой хороший. Я тебя тоже люблю. Давай. Фамилия, имя, имя, отчество? Аскер Мурадов Владимирович. Подвержение. 10.04.1978. Где проживаешь? Город Москва. Где родился? В республике Дагестан, город Хасавертовский район Соборский. Семья там проживает? Так тоже. В Дагестане? Да. Звание, должность, воинская часть? Старший лейтенант, командир злора, воинская часть 61-899. Где находится часть? В районе Москва. Когда зашли на Украину? Вот с 6-го. Пять дней назад. Вот с 6-го. У тебя не было. Пять дней назад в Лаччуртый был. В Лаччуртый. Когда заходили? В высокое время примерно? Рано, рано было. На Балюту. С какой области? Белгородской. Белгородской. Тут какие задачи стояли? Тут отцепить город, блокировать масли. Какой город? Су. И отцепить мосты? Отцепить город и... И? Для продвижения у вас это было еще. Сколько у вас заходило? Сколько техники? Не могу конкретно сказать. Примерно. Много? Ладно. Какая техника была? Танки, БТР, Телевю. Где они сейчас? Не могу знать. Разумеется на территорию. Что ваше руководство говорило, когда заходили? Зачем вы сюда идете? Чтобы надо поменять власть в районе, чтобы в Украине плохая власть. Народ требует, чтобы КХ свободил от этой власти. То есть, приехали убивать, да, людей, мирных? Нет. Убивать нам никто не говорил. Где ваши сейчас командиры? Не знаю. Они потекали или как? Не знаю, может даже потекали. У меня все за 4 дня как с ним. Как в плен попали? Забыли лесу. Ехал за машиной, догадывался. Поехал прямо. Доехал в город, попал туда в стрелы. Попали в плен. Что хочешь передать своему президенту, своему командованию и так далее? Что эта война бесполезная, девчоная, никому она не нужна. Как к тебе относятся здесь? Адекватно, хорошо. Кормят? Да. Что семье хочешь передать? Чтобы не волновались. Все будет хорошо. Как живут здесь люди? Ваше мнение? Твое мнение? Мне хуже, чем в России. Может даже лучше. Привет. Привет. Я сейчас в плену нахожусь. Весь взвод погиб. Со взвода никого не осталось. Зай, все хорошо будет, пожалуйста, Юр. Я в больницу нахожусь. Сделали операции. Отнеслись по-человечески. Все хорошо. В какой стране-то? Нахожусь в Украине. В Украине на полюсе. Тобой Александр, да? Саша? Ну да, наверное. Дали позвонить. Я только... Мне Александр какой-то звонил, я с ним разговариваю. Я говорю, я буду всю жизнь молиться. Главное, чтобы с тобой все хорошо было. Чтобы вернули тебя домой. Все хорошо будет. Созвонишь со всеми женами, пацанов. Надо будет как-то выйти на часть. Куда-то, на армию. Зай, что это с тобой? Ты скажи мне, что у тебя с ногами? Что у тебя? Ну ири нормально, успокойся. Что надо... Да, Саша, да? Саша, вы поговорите. Надо забирать наших парней отсюда. Как-то выходите на начальство, на наше, на всех. До Читы дозванивайтесь. Нужно парней отсюда забирать. Я тоже хочу домой. Да, понятно. Там хорошие ребята, все с тобой. Да, относятся хорошо. Я говорю, сделали операцию. Ухаживаю. Сейчас лежу в палате. Дай бог. Все хорошо. Я буду молиться на вас, люди. Я буду всю жизнь во благодах. Наверните мне мужа. Пожалуйста. Видишь, просто... Он хороший человек, поверьте. Он хороший человек. Наша команда, они... Обманным путем кинули нас. Я говорю, они уехали. На учение. Кто знал, что это произойдет. Я чувствую себя с наших дураков здесь страдает. Мирное население. Много невинных людей. Любая война, любая война, она всегда... Все равно, в мирных людей всегда чем-то касается. Все. Ты меня услышал. Свяжись с женами, со всеми. Со взвода сначала. Выходите. Я надеюсь, что все на днях закончится. Не будет больше войны. Все на это надеются. Я прошу, люди... Кто рядом с Сачо... Станьте, пожалуйста... Станьте... Не жмите трубку. Все. По возможности еще выгодно с ней. С тобой все хорошо. Все хорошо. Тебе не обижают. Все хорошо. Все хорошо. Я говорю, относятся хорошо. Они хорошие люди. Да. Нам рассказывали совершенно другое. Такого отношения к себе я наоборот не ожидал. Как и когда ты оказался на территории Украины? 24 числа. Наконец на учение. Нам сказали, что пойдем маршем по Низинскому маршруту. Взяли еды и воды на три дня. Через три дня должны были вернуться в лагерь. В эту же ночь мы прошли границу Украины. Пересекли. Твои родители знают, где ты? Мои родители не знают, где я. 23 числа собрали телефоны и документы. Что в данный момент происходит на территории Украины? На территории Украины происходит война. Гибнут мирные жители. Расстреливают и убивают. Вред бесчинства. Бомбят города. Разрушают детские сады, школы, больницы. Ты осознавал, что вы совершаете преступления против мирного населения? Нет, я не осознавал. Как ты относишься к действиям русской армии на территории Украины? Отношусь максимально негативно. Как ты попал в плен? У нас на второй день машина сломалась. Колонна прошла мимо. Никто не оказал помощи. Прозвучал взрыв. Мы бежали в лес. Скрывались в лесу. На четвертый день относились на экипаж. Экипажем на территориальную оборону. Пытались скрыться от них в лесу. Они догнали нас. Предложили сдать оружие. Пообещали, что им ничего не будет. Мы добровольно сложили оружие. Сдались в плен. Как к тебе отнеслись после попадания в плен? Отнеслись очень хорошо. Оказали первую медицинскую помощь. Накормили и напоили. У тебя есть желание воевать против украинского народа? Нет. У меня нет желания воевать против украинского народа. Что ты хочешь сказать своим гражданам, которые сейчас воюют против Украины и тем, кто находится на территории Российской Федерации? Я хочу донести этим видео, чтобы жители вышли на улицу и начали протестовать. Разнесли это видео, сообщение в массы. Потому что надо прекратить войну. Она никому не нужна. На обеих сторонах гибнут люди. Причем неповинные люди, которые не хотят войны. Которые были в неведении. Уничтожают мирных граждан. Бомбят города. Так не может продолжаться. Пожалуйста, остановите эту войну. Поверьте на слово. То, что здесь происходит, словами не описать. Это просто ужас. Я сильно сильно тебя люблю. Ты где сейчас? Собер-пежитерин. Я на громкой связи. Я в этом плену. Главное, что ты живой, что все хорошо. Я безумно тебя люблю. Нет, тоже у нас. Главное, что с тобой все хорошо. Не совсем справимся. Обязательно. Обязательно. Спасибо, что ты у меня есть. У вас как-то? Береги. Да, все хорошо. Обстрелов нету? Что-что? Обстрелов нету? Нет, все хорошо. Береги себя. Отцу приятно. Не стыдься, да баба. Я тепле у тебя. Все хорошо будет. Безумней всего это свечи. Да, все хорошо будет. Как ты являла? Я сдался и пришел без оружия. Я уже все голосовки переслушала. Даже все искрены нашла. Вашел передвижение там. Все же хорошо будет. Конечно. Безумно, безумно все будет хорошо. Все, не плачь. Просто так сильно подрекет. Не плачь, просто выходи на улицу никуда. Не береги себя. Хорошо, малыш. Я постараюсь здесь остаться. Здесь по улице. И не представлять свою жизнь без тебя. Через местный, каждый раз. Я смотрю. Что пока тебя там не найти. Я люблю тебя. Дашевай всегда первый. Слава Украине. Путин хуйло. Алло, привет. Алло. Слышишь, что я? Я попал в плен сейчас. Слушай только. Мы приехали сюда. Как обманулись? Получается, мы сюда приехали, они нас обманули, что мы защищать приехали. А мы наоборот приехали сюда убивать. Мирных людей. Ваня, ты чё? Женщин, детей. Ваня, ты чё такое говоришь? Ваня, Ваня, ты чё говоришь? Позвони жене Юрия Милкопытова. Юрия Амеляенко. Скажи, что пускай они позвонят на эту горячую линию и узнают, как забрать тела. Кони и тела. Моих тела. Кони и тела. Моих тела. Вас отпустят домой. Я не знаю, но я надеюсь. Как? Мне только хочется вас обнять. Ваня, ты обязательно обнимешь, а? Я вас так сильно люблю. Мы тебя тоже любим нахуй. Теперь я же увольняюсь, а я не переживаю. Я тебя так люблю, Ваня. Прости меня, там всё будет хорошо, я уверена. Пожалуйста. Всё будет хорошо, Ваня. Престите меня на то, что вы сюда приехали. То, что нам сказали убивать людей. Уважаемые россияне, так сложилось, что режим нашего правительства развязал в борту убийственную войну на Украине. В связи с этим, исключительно для сохранения жизни с обеих сторон, обращаемся к вам с призывом прекратить войну. Офицеры и солдаты вооружённых сил России, а также сотрудники Росгвардии, вас втянули в незаконное вторжение на территорию суеренного государства и заставили совершать военные преступления, которые не имеют сроков давности. Прекратите убивать украинцев, призывая вас сложить оружие и возвратиться домой. Ребята, кто сейчас находится в крайне сложной и непонятной ситуации на территории Украины, обращайтесь в Центр прекращения войны. Это даст вам шанс остаться в живых и вернуться домой, к своим семьям. Отдельно обращаемся к матерям, жёнам, детям. Не допускайте возможности забрать ваших близких на войну.